Эксперты говорят, что рожать детей сейчас тренд для казахстанских семей. И если на юге страны многодетными никого не удивишь, то для севера это новая тенденция. Более того, родителями все чаще становятся те, кому за 40. Казахстанцы всерьез рассуждают, что такими темпами в стране скоро будет 30 миллионов. Вот только демографы так не считают. Почему, расскажет Инна Лопатка. В послеродовом отделении Североказахстанского перинатального центра, что называется, яблоку негде упасть. Врачи говорят, юбилейный казахстанец вполне мог родиться и в Петропавловске. Такого количества новоиспеченных мамочек с младенцами здесь не видели давно. Родила третьего сына. Сами с мужем решили рожать еще детей. Много не бывает детей. Это наоборот хорошо, они будут в жизни друг другу помогать. Еще будете рожать? Ну, за девочкой надо прийти. Обязательно приду. Захотелось еще доченьку, но получился сыночек. Бог дал сыночку. Чтобы было весело, детский смех. Бегали по дому, играли. Планируете еще вернуться в пенитальный сыночек? Думаю, за доченькой через лет так пять. Возвращаются в роддома и через десятки лет. Даже те, кому глубоко за 40. В регионе, который хронически считается молодетным и стареющим, семейные пары теперь не отстают от общеказахстанского тренда. Рожают все. Умудренных жизненным опытом родителей поддерживают современные медицинские технологии. Сейчас идет тенденция одна треть всех беременных женщин в возрасте 40+. У нас недавно была женщина, ей 51 год. У нее старшие дети по 20 лет. Они решились на четвертого ребенка. Зачатие произошло методом ЭКО. Все благополучно. В 51 год, в 52 года папе они стали вновь родителями. Впрочем, до юга и запада северянам еще далеко. В одной только Туркестанской области в месяц рождаются столько малышей, как в Северном Казахстане, за год. Это 6 тысяч младенцев. Не отстают и западные регионы. Главное, чтобы здоровье позволяло, доченьку назвали Кадиша Куатказа. Она шестой ребенок в семье. Дома ее ждут два братья и сестры. Все почти по годке. Старшему у нас 14 лет. В ООН прагматично подсчитали, что в 2050 году население Казахстана составит 25 миллионов. Нашу нацию считают молодой, средний возраст 30 с небольшим. Поэтому такой прирост, казалось бы, в стране продолжится и дальше. Вот только прогнозы демографов не обнадеживают. Специалисты уверены, сегодняшний бэби-бум скоро пройдет, потому что у молодежи совсем другие приоритеты. Я не могу сказать, что эти тенденции останутся таковыми, потому что сейчас реализовывается, скажем так, последний репродуктивный потенциал поколения 80-х, многочисленных. А поколения 90-х, во-первых, они малочисленные, и, во-вторых, у них все-таки другие репродуктивные установки. Больше на карьеру, на образование, на саморазвитие, личностный рост. Но все еще может измениться, говорят эксперты. Сейчас в сутки в Казахстане рождается сразу 750 малышей. Впрочем, рекордным в истории страны пока остается постковидный 2021 год. Он принес почти полмиллиона детей. Инна Лопатка, Дина Рукумбаева, Андрей Масан, КТК.